Здравствуйте! С вами Александра Полускалова. Сегодня Сланцевская школа номер 3 проходит совещание руководителей образовательных организаций на тему обеспечения готовности к реализации национального проекта «Учитель будущего». В связи с чем было решено провести совещание такого масштаба? Мы все знаем, что в стране реализуется национальный проект образования. В рамках этого проекта реализуется федеральный, а также региональный проект «Учитель будущего». И какие бы условия мы не создавали в образовательных организациях, достичь целей, которые ставят перед собой российское образование в рамках реализации национального проекта образования, войти в десятку лучших стран мира по качеству образования и воспитать достойных граждан нашей страны, можно только посредством того, что у нас в школах будут работать грамотные, талантливые, любящие свое дело профессионалы, наши педагоги. Поэтому такое огромное внимание и уделяется реализации проекта «Учитель будущего». Образование ребенка зависит от любого педагогического работника системы образования, о чем сказала Васильева Надежда Викторовна. Учителя также обсудили то, что барьером для школ является отсутствие достаточного методического сопровождения, необходимо привлечение молодых специалистов, которые должны иметь харизматичность, желание и умение работать с детьми. Далее выступила директор школы номер три «Русских» Ирина Владимировна, с программой практической части совещания, в которой руководители посетят уроки. Примжанова Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы, провела урок об общении по теме лексика. Фролова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы, провела свою игру по роману Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Кто сказал? А что ответ? Гринёва на Гринёву. Севастьянова Виктория Алексеевна, учитель начальных классов и Сковородникова Вера Николаевна, учитель логопед, вели урок русского языка на тему твёрдые и мягкие согласные. Внукова Евгения Николаевна, учитель ИЗО, мастер-класс «Батик». Каким, на Ваш взгляд, должен быть современный учитель? Ну, безусловно, современный педагог должен быть образованным, интеллигентным, креативным человеком. Но если педагог не будет относиться с уважением и пониманием к детям, то все вышеперечисленные качества будут вне. Спасибо. То, что Вы сейчас увидели на уроках, соответствует учителю будущего и что именно? Я считаю, да, соответствует, потому что учитель должен быть интересен детям. И самое главное, чтобы учитель работал для детей. И на этом уроке мы увидели, что педагоги действительно работали для детей. И мы сделали уроком интересен в соответствии с их потребностями, возможностями выстроили его урок. Ну, и дети получили очень нужные и необходимые для них знания, что соответствует. Спасибо. Затем прошла теоретическая часть по теме «Учитель будущего», на которой выступила Шкарупа Наталья Эдуардовна, глава специального отдела образования. Русских Ирина Владимировна, Докунина Альбина Ивановна, директор Высказской школы и Горбунова Виктория Александровна, директор Загривской школы. Итоги подвела Васильева Надежда Викторовна. Канун Нового года, что бы Вы пожелали учителям, детям и родителям? Учителям, детям, родителям и всем тем, кто имеет отношение к образованию, мне хотелось бы пожелать, чтобы мы всегда находили взаимопонимание. Нет нерешаемых проблем, мы должны всегда вступать в диалог, и тогда у нас все получится. Мы должны слушать, слышать друг друга. И помнить о том, что самое главное – это наши дети, это наше будущее. Спасибо. Спасибо.